А в ответ лишь лай. Тоже хозяина, но только будки. А судебным приставам нужен владелец дома или транспортного средства. Это основное имущество, за которое жители сел Сергей Поле, разбитый котел и Васильевка задолжали государству. Долги измеряются в десятках тысяч рублей с одного физлица. Всего же сегодня в исполнении находится почти 5000 производств на общую сумму 52 миллиона 82 тысячи рублей. Леана Топчиян одна из немногих, кто отозвался на зов приставов. Она объяснила, почему попала в список недобросовестных налогоплательщиков. Квитанции не приходят уже три года. Пожалуйста, отправляйте нам квитанции, я исправно буду оплачивать. Я каждый год платила вовремя. Вот, ни на почту не приходят, ни домой. Сбой, да. Поэтому я не знаю, где платить, кому платить. Актописи составляется как раз на том авто, за которое Леана и задолжала. Ограничения и арест транспортного средства приставы снимут, когда налогоплательщик предоставит оплаченные квитанции. Что же касается уведомлений, то они действительно порой не доходят до адресата, отмечают налоговой. Но это не освобождает граждан от обязанности. Рассылка квитанции у нас производится через Волгоград. Они должны получать их на почте. Но многие это не делают. И поэтому все письма, все заказные письма у нас остаются на почте. Но, тем не менее, они обязаны знать, что у них ежегодно начисляется налог. У нас оплата должна была производиться 1 декабря. И они должны были прийти самостоятельно, в крайнем случае, взять квитанцию. Кстати, для удобства налогоплательщиков на сайте Федеральной налоговой службы России функционирует интернет-сервис – узнать о своем едином налоговом уведомлении. С его помощью можно определить, на какой стадии отправки находится квитанция. Ну а подобные рейды с участием судебных приставов, специалистов районных администраций и налоговых инспекторов в Сочи проводятся раз в неделю. Результат, как всегда, в цифрах. Только в Лазаревском районе с начала года составлено 36 актов ареста имущества на 790 тысяч рублей, а взыскано 10 миллионов. Человек, когда приобретает движимое-недвижимое имущество, он, как гражданин Российской Федерации, знает о том, что налог нужно оплачивать. Ни один должник не останется без внимания. Рейды у нас регулярные, и мы дойдем до каждого должника. Буквально неделю назад в Сергейполе состоялся сход граждан с участием мэра города. Местные жители сетовали на отсутствие сельского клуба. Глава Сочи пообещал построить дом культуры, но с условием. Налоги должны быть оплачены. Таким образом, деньги селян вернутся в родное село, но уже в виде нового социального объекта.